Создать комфортные условия для переезда офисов иностранных компаний внутри Евразийского экономического союза. Вот с таким предложением сегодня президент Касамжумар Тукаев выступил на заседании Высшего совета ЕАЭС. Релокация бизнес-гигантов, учитывая санкции сразу же против двух стран союза, позволит не потерять потребительский рынок в 180 миллионов человек, отметил глава государства. Призвал участников онлайн-встречи Тукаев и поскорее завершить совместные проекты, чтобы приступить к новым. Требуется также усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать наши так называемые скоростные трансконтинентальные коридоры и тем самым обеспечив их региональную и глобальную конкурентоспособность. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения Евразийского экономического союза. К тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180 миллионов потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев. Указал президент страны также на тесное сотрудничество ЕАЭ с третьими странами и интеграционными объединениями. Особенно отметил он ШОС, с которой уже были достигнуты соглашения и договоренности. Совместной торговли ждут и другие государства континента. Нужно быстрее перейти от слов к делу, подчеркнул президент. Нам следует, на мой взгляд, в скорейшем времени перевести работу на практические рельсы, начав обсуждение конкретных проектов и инициатив. Сегодня мы даем старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Индией на стадии проработки соглашения с Монголией.